Уважаемые друзья, выставка-ярмарка «Анапа. Самое яркое солнце России» открыта! Международная туристическая выставка собрала более 200 предприятий курортного бизнеса. Детские лагеря и здравницы, производители оборудования и продуктов для санаторно-курортной сферы. «Анапа» сегодня – динамично развивающийся курорт с отличными перспективами. В этом сходятся многие эксперты. Успех этой выставки – тому доказательство. Есть приглашенные организации, которые будут общаться с курортами нашего города. Но ту работу, которую они проводят, она необходима. Мы должны жить в тренде развития курорта, мы должны общаться с нашими партнерами, даже внутри себя. Хотя мы являемся конкурентами, но мы подчеркиваем друг у друга самое лучшее. Особое внимание лечебно-оздоровительному сегменту. Именно здесь у нашего города есть довольно серьезный потенциал. А развивая это направление, «Анапа» должна прийти к формату круглогодичного курорта. Пример тому – санаторий «Делуч». Сюда приезжают отдыхать и лечиться со всей страны и зимой, и летом. Великолепная природа, лечебные грязи, климат и море – составляющие успеха «Анапы». Этим «Анапа» цена, этим она абсолютно конкурентно способна, потому что сейчас туристских комплексов комфортных немало. И у нас, и у наших коллег за границей. Но тех уникальных лечебных, медицинских методик, услуг практически нет нигде. А если и есть, то стоят они в три-четыре раза дороже. И сегодня, по мнению главы «Анапы», необходимо готовить инфраструктуру под новые направления. В прошлом сезоне в «Анапу» приехало почти 4 миллиона туристов. Задача – не только удержать эту планку, но и заложить основу для дальнейшего развития. Сегодня вся наша работа направлена на то, чтобы иметь тех отдыхающих, которые едут к нам в «Анапу», это бороться прежде всего за качество, качество предоставляемое услугу. Наш турист, он к нам ехал и будет все время ехать, потому что мы делаем все для того, чтобы с каждым годом по чуть-чуть, по возможности улучшать и улучшать. «Анапа», по словам Юрия Полякова, не должна потерять статус всероссийского детского курорта. Однако нужно заниматься и развитием так называемого делового туризма. Курорт может стать великолепной площадкой для проведения конференций, форумов и выездных совещаний. Инфраструктура здесь понимается не только под какими-то объектами, но и в том числе речь идет о событийных мероприятиях, которые, будь то деловой туризм, выставочные мероприятия, у нас сегодня узкое направление нашего профильного выставка, но вместе с тем какие-то другие деловые мероприятия, развлекательные, они привлекают в межсезонье на те объекты, которые существуют, к нам туристов. А впереди гостей и участников ждут научные конференции, круглые столы и мастер-классы. Предусмотрена и достаточно насыщенная практическая часть. Организаторы подготовили для всех желающих инфотуры. Международная туристическая выставка «Анапа. Самое яркое солнце России» продолжит свою работу до пятницы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.